Приветствую вас. И основная проблема, которая у вас есть, это отсутствие возможности выбирать. Проблемы с принятием решения. И проблемы с, я бы сказал, проблемой с тревожностью. И вот именно в таком ключе, давайте и попробуем с вами данный аспект разобрать. Значит, что касается проблемы принятия решения, то здесь относительно более-менее все понятно. У вас есть выбор, две работы, в наличии есть поклонники ваши, но вы не можете решиться с кем быть, вы не можете решиться с кем работать. И связано это с тем, как вы относитесь к своей жизни, к своей деятельности. Пожалуй, для начала, и это самое простое, нужно определиться с тем, какая работа вам влезет, что у вас получается лучше. Объективно, что получается лучше. Если что-то получается более эффективно, чем другое, то значит это нужно выбрать. Если второе получает умение хорошее, но платит больше, то нужно определять уже тогда, что вам именно нужно в работе. Удовлетворение творческое, моральное или, собственно говоря, вознаграждение денежности. То есть необходимо определиться с приоритетами, с приоритетами, да, и на эти приоритеты обратить внимание. Обратив внимание, сконцентрировав свое и сконцентрировав его на этих аспектах, вы увидите ясно, что вам важно, что вам интересно, что вам полезно и что вам нужно. Вот, если говорить про работу, допустим, вы можете выполнять обязанности, и там это совмещать вы их не можете никак, потому что не получится. Значит, если вы примерно одинаково можете реализоваться на обеих работах, то вы выбираете там, где лучшие условия. Если условия везде хорошие, и там, и там, примерно по уровню, то вы выбираете там, где зарплаты больше. Если зарплаты одинаковые, то тогда вы уже смотрите на условия работы, то есть на то, как, насколько удобно, насколько комфортно, насколько там весело, интересно. То есть, исходя из критериев важных, вы постоянно повышаете уровень до тех моментов, которые начнут различаться. То есть вы сперва выделяете общее что-то у тех моментов, из которых вам нужно выбрать, а потом вы выбираете различия, и смотрите, насколько эти различия для вас важны. И выбираете те отличия уже, которые, которые кажутся вам наиболее важными. Именно так происходит выбор. Далее, что касается тревожностей, то здесь давайте следующее. Тревожность – это не самое простое чувство, не самое простое ощущение. Оно продиктовано, может продиктовано быть, как страхом чего-то, так и бегством от получения нового опыта. Чтобы вам было немножечко более панерно, я попробую формировать это так. Значит, вы привыкли жить определенным образом. И сейчас ваша жизнь изменилась. В ней что-то поменялось. И это что-то требует от вас несколько других решений, других подходов, чем те, которые раньше были эффективны. И вы не хотите меняться вместе с изменениями в вашей жизни. Вы хотите остаться той же самой. И в результате вот этого конфликта, что вы хотите остаться той же самой, а жизнь вокруг изменилась и рождает тревожность. Соответственно, что можно в этой ситуации сделать? Либо изменить окружающее, то есть вернуть его в ту форму, которая была до этого. Либо изменить самостоятельно. Принять новые реалии и корректировать свое поведение, свою деятельность, исходя именно из новых условий жизни. Что именно из этого выбрать и как именно делать, решать вам, если вам будет удобнее так, вы можете выбрать специалиста на нашем ресурсе и проработать с ним этот момент. Или сделать это самостоятельно. Тут зависит все исключительно от вашего желания. Далее. Если не решительность. Присутствует у вас продолжительное количество времени. Вот у вас есть проблемы, да? Проблема выбора, проблема принятия решений. То дело может быть даже не в психологическом состоянии вопроса. Дело может быть в физиологии. В нарушении у вас естественных процессов организма. И тогда вам рекомендуется обратиться к врачу для проходения полного обследования медицинского. И сделать также обследование головного мозга, чтобы выявить возможные органические повреждения, которые могут уменьшать вам принимать решения. Такое тоже бывает. Не часто оно бывает. И поскольку мы хотим исключить максимальное количество возможностей и моментов, то не мешает провериться и здесь. Но это безусловно после того, как вы попробуете данные мной рекомендации, попробуете поработать со специалистами, если вы решитесь на это. И уже тогда, если никакого эффекта не будет, вот тогда уже можно будет заняться и обследованием медицинского характера. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Всегда помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.